Доброе утро, друзья! Сегодня премьер в 29 мая, то есть сезон весенний фактически закончился. Возможно, это последняя посылка, которую я отправляю на весенний сезон. Что меня подвигло сделать этот небольшой фильм? Как получилась вот эта посылка? Очень просто. Гражданка Барышева Вера Николаевна прислала 3000 рублей и заказала 25 лучших. 25 лучших черенков. Сейчас мы посмотрим, насколько они лучшие. Здесь есть суперсерапин, здесь есть паина, здесь есть опор травокрасный, есть космическая груша. Ну все, я это называю высшая лига. Ну, так вот случилось, Вера Николаевна. Не хватило только персиков, они вчера кончились. Почему? Потому что последний вебинар и два человека заказали черенки. Вы третий, наверное, последний. Все-таки конец мая. Значит, получится ли у вас так поздно привить, теперь будет зависеть только от вас. Здесь причины две. Могут быть удача и неудача. Это первое. Касиченков. Вот. О чем мы сейчас поговорим. И второе. Это ваши удачи. Похоже, вы будете этим заниматься впервые. Но я уже таких успокаиваю. Это редко бывает. Особенно тех, кто вовремя прививает. Все-таки какие-то успехи есть. А остальным, я так говорю, хоть руку набили. Уже в сей сезоне вы будете знать свои ошибки. Вот она, неудача прививка. Вы обратно ленточку размотали, посмотрели. А там кривая, а там горбатая срез. Вот так хотя бы. Значит, я вчера уже собрал, было. Ее осталось чуть-чуть домотать. Чуть-чуть. Я начал обматывать. Еще с пленкой я остановился. Сниму кино. Почему она надо? Нас всегда учили так. 100 тысяч экземпляров. Юному садоводу. Несколько советов по уничтожению деревьев. Это обязательно. Вы знаете, я не могу в таких случаях. Как получилось? Вот стоит этот фотоаппарат, который сейчас съемку ведет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот эта восьмая лежала с самого верху. То есть я ее использую только, видите, автора убрал, чтобы не позорить. Хотя его, судя по дате, живых давно нет. Но он успел передать свое умение уничтожать деревьев 100 тысячам якобы юным садоводам. Хотя юный садовод это и 20 лет, и 50, и 70 лет тоже юный садовод. Если бы впервые взял нож или секатор или хотя бы лопату. Вот ведь как обстоят дела. А вот для меня это польза одна. Подставка. Вот тут она лежала, я убрал подставки и другую книгу положил. Вот. Почему-то еще. Да потому что как угодно листать. Слева направо, справа налево. Ни хрена ничему не научат. Есть такое понятие практическое садоводство. Вот его нужно изучать. В школах, в институтах. Институт кончает, ничего не знает. Университет, академия. Я вам примеры приводил. Теперь. Значит. Еще. Я недавно снял фильм, недельку назад. Делал то, что один товарищ. Это был единственный человек, который предъявил мне претензии. Сказал, что вначале, что. Две причины могут быть. У него были сильные заморозки. Повяли листочки, в том числе на прививках. Потом все-таки он долго колеблялся, колебался. И сказал, нет, это ваши черенки виноваты. Плохие. Ну вот они, плохие черенки. Вот. И ничего особенного я просто взял и их использовал. В данном случае, как учебное пособие. Разворачиваю обратно. Вот. Покажу вам качество вначале, особенно Вере. Я очень буду теперь переживать. Ведь, Вера, вы же прислали деньги, не советуешь со мной. Вот. Я не стал бы вас отговаривать. Учиться надо всегда. И год терять не надо. Но хотя бы предупредил. А возможно, удача, неудача. Вот. Значит, как я собираю? Вначале качество черенков. Быстренька. А потом технологию. Еще. Почему я так делал? Кстати, ну, посмотрите. Идет ли запись? Пока идет. Вот. Значит так. Еще почему. Кроме вот этого товарища, которого была небольшая такая истерика, что я все потерял, я год потерял, у меня все руки опосыкаются, и мне так обидно. Ну, виноваты были черенки. Есть еще одна причина. К этой весне я получил где-то три посылки. Вообще, все были черенки. По словам тех, кто отправлял. Вот. Они отправляли от души. И все они там якобы черенки уникальных садов. Вот. Там абрикосы. Вот. Якобы там банку не вылазят. Такие крупные. Или один вариант. Другой вариант там. Красномясные груши. Тоже интересно. В общем, три посылки. Они все были. Достал черенки. Вот. Они уже в руках подержал. Они уже их надо было сразу выбрасывать. Ну, и от чего-то где-то прижилось. Но главное, я убедился не в первый раз. Никто не умеет паковать посылки. По крайней мере, из тех, кто со мной связывал. Вот. 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 Тут 25, тут 25 и плюс подальше. Вот. Попробуйте. Я не знаю, насколько хорошо видно качество. Я на том, вот еще, может, не забуду, покажу. Вот он холодильник сразу за этим фотоаппаратом. А там они лежали. Вот они. Вот. Вот. Как показать? Вот. Они абсолютно живы. Они абсолютно здоровы. Хранение при температуре 0 градусов. Вот. Вот. Я на этом буду. Сейчас. Боссом в бедре. Единственный, который проснулся, кто меня страшно уделило. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Я разозлился, я не сломал его. Сейчас подойдут. Вот. Вторая панелька куда-то улетела. Смотрите. Единственный. Вот он. Проснулся. Единственный проснулся. И все. Все остальное. Да. Видели, как я с ним поступил? Сломал злости и выбросил в ведро. Вот они. Череночки, черенки. Сразу скажу. Да. Запись опять проверяю. Так и бывает. Вдруг говорю в пустоту. Значит. Получили. Взяли. Вот. Торец. Освежили. Чик. Воду на сутки. В холодную воду. В темном помещении. Они быстро просыпаются. Поэтому лучше в темном помещении. В холодном. Пусть спят еще сутки. Потом привать. Так. Еще раз полюбовались. Вот. Показываю. Если он смотрит. К тому товарищу. Вот. Какие я ему высылал. И. Самый главный мой довод. Такой. Те самые. Которые. Железов Сергея. Те самые. Которые. Железов Сергея. Себе прививает. И те 70. Этих. Прививок. Что делал я. Они хранились. Рядышком. В однинаковых условиях. Вот. Сам я прививал. Ни одного плохого черенка. Я себе не пожелал. И не получил. То есть я не делал исключения до своих каких-то особых условий. Вот. Все в этом холодильнике. И вторая пора на погребе. И Сергей хранил в погребе. Так. Теперь. Остается чему научиться. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас остается научиться паковать. Значит. Первый этап. Это. Мешок. Мусорный. Кстати. Сейчас я вам буду говорить. Чтобы вы не думали. Что я. Где-то жадничаю. Где-то на чем-то экономлю. Где-то что-то лишние деньги беру. Вот. Видите. Дешевый. Достаточно большой. Недешевый. Итак. За что я плачу. За этот мешок. Раз. За эту пленку. Два. За эту. То есть. Все. Подписываем каждую месочку. Три. Тоже деньги стоят. Вот. Так. Описевая пленка. Четыре. Так. Дальше. Вот это. Видели. Пупырчатая. Очень удобный материал. Почему. Она тепло. 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 Темплоемкая. Так можно сказать. Теплозащитная. Значит. Я сейчас на ваши глаза. В клею. Упакую. А сколько на денег стоит. Вот я не хочу шевелить. Вот аппарат. Вот так покажу. Догадайте. Сколько тысяч стоит. Вот эта штука. Видели. Да. Огромный рулон. А сейчас мой рост. Итак. Поехали. Это все. Я за все заплатил. Никаких чистых доходов. Плачу. Вот это я собираю. Заболела. По помощи Союля. А если брать ее. То я еще вынужден платить деньги за ее работу. Это тоже. То есть чистая прибыль не получается. И так завернул. Раз. Теперь. Роль. Утеплителя. Димой особо. Особенно. Роль. Такая. Роль играет. Утеплителя. Показываю. Как я делаю. А не знаю. Видите вы или не видите. Так. Поехали обратно. Так. Вот. И наконец. Я сейчас делаю быстро. Делаю обычно аккуратнее. Знаете как. Когда торопишься. Когда ехать в больницу. Забирать больного человека. Вот. Потому что. Как у нас делать интересно. От больницы отвезет скорая. А потом. Это. Где хочешь. Выглазь вот туда сам. Плати. Если собака. На несколько тысяч. Которых у человека нет. Если свальный. Плати. То ли 500. То ли 1000 рублей. Вот. Для таких случаев. Есть люди. Люди меня. Которые. Можно сказать. Константинович. Помоги. Кстати. Видно вам или нет. Вот. Вот этот. Вот этот этап. Вот. Получается довольно мягкое. А вы знаете. Пока были как-то сюжет. Из почтового вагона. Один выкидывает. Ну. Швеляет. На землю. Посылки. А второй. Пинками. Их. Дальше. Папирон. Пинками. Заметьте. Ногами. Пинками. Футболистов. Строили бы в молодости. Очень удобно устроился. Пинал. И это все. А сейчас же. Попробуй. Строят людей. Каждый мягкое все это снять. Только толк вот этого. Отсюда и мое желание. Чтоб она доехала. Мяконькая. Мяконькая. Теперь их не сломает никто. И наконец. Я все что перечислил. А вот еще за что деньги получил. И немалые. Вот. Это я называю двойная защита. И плюс еще вот это. Смотрите внимательно. Вот. Это подъедет барышевый. Сейчас. Сейчас цепляется. Цепляется. Значит в таком виде никаких утеплений больше. И никаких больше. Как бывает еще и при смачивании. Смотрим сюда. Делаем так. Потом вот так. И потом вот так. Все. Уже с маршинальным движением. Готово. Барышева Вера Николаевна. Нижний Новгород. Советский район. Ваша посылка готова. Сейчас поедем. Сколько я за нее отдам? Ну рублей 500 за пересылку. Вот. Теперь. Что еще сказать? Может быть я из-за говорю. А нет. Еще минуты 4 можно разговаривать. А в чем можно говорить? Длинный фильм. Вы ругаете. Некоторые из вас. Вот. Значит. Что еще можно сказать-то? Переда осень. Зима. И вот еще одна посылка такая же примерно по размерам. Не посылка. А заказ был сделан на моем канале Содворца по железам. Подробно расписаны. Вот. И я выразил там же по-честному. Вот. Я выразил сомнение, что заказано вовремя ли. Ну что я могу этому человеку посоветовать? Ну я намекнул, что может быть и не стоит вот сейчас. Я выброшу сотни вот этих черенков. Вот там же они. Я показывал холодильник забитыми. И тогда наступит следующий сезон. И этому товарищу, раз он все-таки заказ не подтвердил. Так. Не подтвердил. То есть раздумал, уже 3 дня думает, а уже истекает, как говорят, последние минуты, когда можно высылать. И еще неделю в дороге провести этим посылком. Вот. И тогда получается на следующий сезон я вас, вам советую до этого успеть подготовить подбое. Где угодно. Когда-то наступит последний момент. Вот это вот. Вот это вот. Это вы тоже оплачиваете. Потому что я покупаю дорогие лекарства. И после таких истерик, которые бывают, но очень редко, слава Богу. Вот. Кто знает, что все-все в сезоне я вам буду продавать черенки. Запомните, это единственная на всей северной, не только России, на всей северной половине планеты, уникальнейшая коллекция из лучших в мире сортов, сортообразцов, клонов, имеющие морозостойкость, невиданную нигде никогда. В этом направлении наука не работала. Им не понравился Мичурин. Они ненавидели Лысенко. Для них даже Дарвин, который за рекомендацией, даже он не авторитет. Результат все забыто, все похерено. Вот. Наши современники уже в могиле. Бондар в могиле, Бродский в могиле, Латинков в могиле. Я держусь в последних сил, и долго мне много не осталось. Вот. Хватай мешки, вокзал отходит. Будьте добры, ищите по соседям, по друзьям, куда приткнуть эти черенки, куда их приткнуть, если своих подоев нет. Сейчас еще, вот в этом холодильнике я показывал, ну-ка, видно, не видно, блядь-то видно, вот, вон они последние косточки. И сейчас ко мне пришел крупный заказ, буду доставать косточки с погреба, наличка закончилась, и все лето продавать черенки косточки с огромной скидкой. Поэтому все-таки надо додержаться до осени. Предлагаю вам, уже на черенках не настаиваю, а вот косточки я предлагаю покупать все лето. Так. Все, друзья, начинается суровая жизнь. Это с больницы, надо ехать. До свидания, надеюсь, я был вам полезен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok